Роберт Стивенсон, это конец 19 века, хотя это романтизм, поэтому это считается неоромантизм. Роберт Стивенсон тем интереснее, что он пишет во время перехода от реализма к модерну, но это не реализм и не модернизм, а это типичный романтизм по типу Вальтера Скотта. Правда, написаны более так динамично, конечно, чем начало 19 века, более так резко, более субъективно, но все-таки никак в символисты это не переписывается, это, конечно, романтик. Краткая жизнь, умер, как обычно, от болезней тяжелых, как они все там в конце 19 века умирали, умер от туберкулеза. Вот это индустриальное развитие, оно все-таки привело к тому, что с одной стороны повсеместно продажная любовь, и они поражены сифилисом, а с другой стороны в Англии загрязнена атмосфера до невозможности, они там еще все чахоточные, и ни то, ни другое не лечили. Родился 1850 год в семье инженера, ну и довольно рано уже болел сначала различными формами бронхита, там крупа, а потом подхватил и туберкулез, который окончательно легкий его испортил. К тому же он еще и курил, что усиливало заболевание. Умер 44 года Стивенсон, хотя довольно много сделал. Вот несмотря на то, что они рано умирали, от них требовалась эффективность, от них издатели все время требовали, чтобы книги все время были новые и новые, продавались лучше и лучше, в общем, типичное такое индустриальное время. Сначала учился он на инженера, потом внезапно перешел на юрфак, в 1975 году кончил юрфак. Уже, будучи студентом, какие-то рассказы он писал, но малоизвестные. Когда он кончил юрфак, он совершил путешествие на байдарках по Бельгии и Франции. И первое его такое известное было произведение, это именно тревел. Вообще-то Стивенсон был еще известен тревел-жанре, он много писал очерков о путешествиях. Тоже весьма популярный такой массовый жанр в конце 19 века. Вот у него книга очерков путешествия внутрь страны. Хотя параллельно он уже писал рассказы. В 1978 году, тоже под впечатлением путешествий по Европе, он в возрасте 28 лет пишет циклы рассказов «Клуб самоубийц» и «Алмаз Раджи», которые объединены как бы «Принцем Флоризелем». То есть серию рассказов о «Принце Флоризеле». Они были у нас экранизированы, «Клуб самоубийц», известный с Бонионисом, там фильм прекрасный, между прочим, я его уже обозревал в обзоре фильмов. Но на Западе тоже, кстати, «Клуб самоубийц» экранизирован не раз. То есть первое такое хорошее его произведение – это «Принц Флоризель», именно приключенческое. Но оно выглядело не как роман, обычно романы из этого делают, а это серия рассказов, но связанных между собой сюжетно. Само название Флоризель – это герой зимней сказки Шекспира, вообще говоря. Ну и да, он там не говорится, какой он страны, он чех на самом деле Флоризель. Флоризель – он принц богемии. В рассказах не говорится, но на самом деле это чех, который в Англии занимается какими-то своими делами. Дальше он еще выпустил книгу «Путешествия с ослом», тоже о путешествиях по Франции. Потом он поехал в Америку по своим личным делам. Там он с Фанни Осборн обвенчался и написал также книгу «Эмигрант-любители», также «Повесть дом на дюнах». Это ему уже около 30 лет. Вот в сентябре 1881 года он начал писать книгу для детей. Сначала он ее называл «Судовой повар», то есть вообще-то там главный герой – Сильвер, о чем несложно догадаться. Главный герой там – пират на самом деле. Ну вот, но потом он ее переписал, и она называлась «Остров сокровищ». Сначала ее в журнале публиковали, успеха не было, а когда он ее сделал отдельным тиражом, отдельной книгой, был жуткий успех. Вот с начала 80-х Стивенсон уже жутко популярен. Поэтому я куда-то его в 86-й год уже помещаю. В 85-м году вышел его роман «Черная стрела». В 85-м-86 вышел «Принц Отто», его тоже роман. Но на тот момент, будучи автором номер один, он начал даже всякое свое старье публиковать. Допустим, он стихов никогда своих не публиковал, но поскольку везде с именем Стивенсон что угодно принимали, поэтому он еще и пиханул в это время свои стихи, хотя сам он считал, что стихи у него плохие. В 85-м году он прочитал роман Достоевского «Преступление и наказание», и в 86-м году он написал, пожалуй, главное свое произведение – «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Вот поэтому я именно Стивенсона точно в 86-й год помещаю, потому что Джекил и Хайд – это его лучшие и больше всего экранизируемые, и больше всего на самом деле на Западе известные. Вот у нас почему-то детское вот это «Остров сокровищ», хотя оно, в общем-то, считается именно такая неоромантика больше для подростков, а вот Джекил и Хайд считается его серьезным произведением, его там серьезно комментируют всякие литературоведы, считается частью серьезной английской литературы. Ну вот, после этого он продолжал публиковать рассказы, потом он написал новый приключенческий роман «Похищенный», мало нам известный, роман «Владетель Балантре», ну и поскольку он уже умирал от туберкулеза, он уехал на южные острова Самоа, то есть он жил в Полинезии, видимо, это исключительно из-за туберкулеза, то есть в самом жарком регионе, где болезнь все-таки медленнее развивалась, не загрязненном. То есть в Англии, конечно, ему жить категорически было противопоказано с туберкулезом, с его, тем более в индустриальной Англии конца 19-го века без очистных сооружений, с паровыми машинами, то есть там каждый завод дымил так, чтобы прямо мама не горюй, там смогом было затянут Лондон обычно, как там Шерлок Холмс выживал вообще непонятно, коренной лондонец. Ну вот, на Самоа он тоже писал, но вот то, что он на Самоа писал, почему-то мало известно. Он написал там повести Катриона, потом написал последний роман Уир Герми Стоун, он считал, что его последний роман это самая лучшая его книга, но он ее не дописал. Писал много всяких романов, тоже южных таких, потерпевшие кораблекрушение, отлив, но, к сожалению, его поздние романы малоизвестны, а вот писатели, которые это читали, говорят, что очень хорошо. Борхес, допустим, ценил поздние именно романы Стивенсона. 3 декабря 1894 года умер от инсульта в возрасте 44 года. Весь день писал роман свой Уир Герми Стоун, дошел до середины романа, спустился в гостиную, потом он там схватился за голову, крикнул, что со мной, и через пару часов умер от инсульта. Самоанцы его ценили, он им рассказывал всякие интересные истории своих произведений, поэтому они его похоронили хорошо, подняли его, покрытого британским флагом, на вершину горы Самоанцы. Ну, вот эти поленезийцы местные, он с ними подружился. Ну, вот там есть на острове самого его могила. Стивенсон весьма-весьма популярен, ключевые романы еще раз перечисляю. Ну, кстати, и стихи его тоже. Баллада «Вересковый мед» — это Стивенсон. Вот он считал, что он плохо стихи пишет, а вот «Вересковый мед» тем не менее прославился. Он шотландец, между прочим. Тема шотландцев у него там постоянно возникает. В «Острове сокровищ» есть прямые намеки на то, что это все на самом деле шотландские сепаратисты, особенно доктор Ливси, что потом эксплуатировала, кстати, советская кинематография. Ну, вот наиболее популярные произведения, значит, «Остров сокровищ», «Черная стрела» — это романы. Повести Дон на дюнах «Клуб самоубийц» считается повестью, хотя это серия рассказов. Естественно, странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Ну, также многие, кстати, отдельные его рассказы тоже довольно прекрасные. Легко пишет, ну, все мы знаем по «Остров сокровищ», что пишет легко, интересно, и в рассказах это тоже есть. И по флоризелию мы знаем, в принципе, это мастер такой вот массовой литературы конца XIX века, там все очень интересно, нам понятно, потому что мы все еще в этом времени, в индустриальном времени живем, разделяем его ценности, и тут даже какого-то ценностного барьера тоже нет. Стилистического барьера тоже нет, он пишет доступно для массового именно читателя, на него ориентировано, ориентировано на продажу, читать легко, и все мы в детстве читали «Остров сокровищ». Из баллад известен «Вересковый мед», ну и, пожалуй, все, тут много еще всякого, на самом деле, малоизвестного, но тоже хорошего. Экранизации очень много, причем на Западе очень любят экранизировать доктора Джекила. Первая экранизация 1908 год, доктор Джекил и мистер Хайт «Немое кино». Очень много экранизирует клуб самоубийц, который профлоризели, тоже из-за того, что там самоубийцы, декадент, декаденция, да? На самом деле, Стивенсон, будучи неоромантиком, в клубе самоубийц над декадентами смеется. Вот там вот эти вот ребята, которые все хотят покончить самоубийством, это у него карикатурные образы символистов, которые очень много там писали про смерть, про загнивание, но больше, чем нажраться кокаина, они, в общем-то, ни на что не были способны. Ни один из них так самоубийством не кончал. В клубе самоубийц там, как бы, все говорят, что хотят покончить самоубийством, но все боятся, когда это реально осуществится. Это пародия на декадентов. Стивенсон более такой, ну, не сказать, что прогрессивный, особенных там у него социальных-то закосов нет, он более такой оптимистичный. «Остров сокровищ» тоже экранизируется, 1912 год, первая экранизация. Ну, в общем, вот эти вот три обычно. Джекил, «Остров сокровищ» и «Флоризель». Ну, и наши экранизации советские тоже. У нас куча экранизаций «Острова сокровищ», у нас сделали все-таки Джекилы в 1985 году, после там 50 экранизаций западных, и у нас сделали и «Флоризели», и все, кстати, хорошие. Ну, больше всего, конечно, все-таки «Остров сокровищ», особенно, когда в нулевые, в десятые пошла вся эта мода на пиратов, очень много переделок, конечно, там они его дополняют, добивают до сериалов и так далее. Ну, два все-таки произведения придется рассмотреть отдельно, потому что, ну, вот он такой бинарный. Стивенс у нас и Джекил, и Хайд. То есть, буду рассматривать, конечно, Джекил и Хайда, и «Остров сокровищ» тоже. Значит, странная история доктора Джекила и мистера Хайда. В целом, это вот романтизм, это даже готический роман. Возможно, поэтому англичан двинуло, потому что вот в XVIII веке много таких писали про тайных злодеев страшных, про борьбу добра и зла, такую бинарную. Для романтизма тоже характерна тема двойничества, то есть, вот двойник добрый и злой. Ну, там они часто разносили их, то есть в произведении есть один человек хороший, а другой практически такой же, но плохой. Естественно, это отражает еще глубокую психологическую суть человека, когда характерен внутренний конфликт всегда между разумом и телом. Как бы тело тащит к одному, а разум к другому. Это, собственно, входит в христианство, это зафиксировано в базовых текстах христианства. Апостол Павел пишет, «Хочу одного, но это меня влечет ко злу». То есть, о борьбе духа и тела он постоянно пишет апостол Павел. То есть, в принципе, произведение это христианское. Отражает христианское мировидение о том, что в человеке всегда есть конфликт между добром и злом, причем зло это скорее тело, а добро это скорее разум. Ну, в общем, я не буду сюжет подробно. В целом там все знают, что один и тот же человек, значит, добрый доктор Джекил разумный, который лечит людей, приняв некий препарат, превращается в злого Эдварда Хайда, который всем внушает необъяснимое отвращение, весь там волосатый и страшный. В образе Хайда он совершает всевозможные шестокие, бессмысленные поступки, совершенно никому не нужные. То есть, бессмысленное там совершенно зло. Вот зло просто ради зла. Объяснять его невозможно. А потом он обратно возвращается к доктору Джекилу и делает, соответственно, добро. Вот. Ну, однако же, постепенно зло его захватывает. То есть, все сильнее и сильнее становится его второе я. И кончается тем, что он умирает в образе именно Хайда. То есть, добрый Джекил решил убить Хайда. Принимает дозу яда, но тем самым он убивает самого себя. То есть, вот как бы мы с телом всю жизнь сражаемся, но если мы его убьем, мы себя тоже убьем. Такая вот у нас история. Вполне, в общем-то, христианская и даже гностическая. Понравилось. Это прям основной конфликт западной цивилизации и культуры. Прямо по центру бьет. Это, собственно, христианство. Но оно конфликтно по самой своей сути христианства. Христианство дуалистично. Вот если бы они вместо поповских мошенников приняли бы уже откровенное манихейство, было бы все гораздо проще в Европе. Манихейство, которое я спойду, на самом деле доведенное европейской культурой до предела. Потому что европейская культура – это культура логоса. Логос о чем говорит? Или да, или нет. Или добро, или зло. И вот когда это предельно все, тогда все понятно. Вот у меня конфликта нет. Все понятно. Либо во мне добро, либо во мне зло. Ну и в мире тоже. Никакой четкой границы между мной и миром на самом деле нет. То есть, личности не существует. Либо у нас добро, либо у нас зло. Все понятно. Они сражаются. А если на это всякую там поповскую тень на плетень набрасывают, что-то там единое пытаются фантазировать, это уход от проблемы. Вот у Стивенсона, в Джекеле и Хайде нет ухода от проблемы. Нет ничего среднего. Либо ты превращаешься в Хайда, либо ты в Джекел. Вот такие дела. И это нас убивает, и это наша трагедия. Но помимо всего этого, находят все-таки там явные описания употребления наркотика. То есть, в принципе, это еще метафора наркотического опьянения. И про наркотика очень много в конце 19 века говорят. И тогда как раз они все такие синтетические наркотики пошли. Очень много обсуждают их действия. Приводил только что в хрониках. Блаватская считает, что под влиянием наркотиков люди видят некие тонкие миры мистические. Понятно, что все расписывают эти последствия употребления наркотиков. Декаденты очень сильно этим увлекаются. Вот Стивенсон, он на самом деле как бы оптимист. Он говорит, что да, наркотики превращают человека в животное. В какой-то степени еще и про это написано. То есть, общий конфликт европейских понятий, но еще про действия веществ. Потому что, если бы он писал, так сказать, просто христианскую мистику, то там были бы демоны и ангелы. А он пишет в конце 19 века, когда в них не верят, а верят в вещества. Поэтому способ перевода из доброго в злого у него через вещество, через материальное какое-то начало, но в то же время научно проверяемое. Поэтому тут черты не только мистики и готики, но и научной фантастики вполне. То есть, с одной стороны, мы, конечно, можем это поставить в один ряд с романтиками начала 19 века, с Байроном и так далее. Но, с другой стороны, и в один ряд с Джулией Верном. С другой стороны, это научная фантастика. И тем самым это нам интересно, потому что так мы лучше понимаем. Мы не верим в мистику. Уже давно и никогда не поверим. То, что у нас пытаются какую-то традиционную религию воскресить путинские, это вызывает только смех. И это просто издевательство над народом, это просто цирк. Мы никогда в это уже не поверим. Нам уже объяснили, что их у него Бога нет. И не будем. А вот в науку мы верим. И вот он показывает, что научным путем тоже добрый и злой переходят друг к другу. Поэтому тут нам понятнее роман. 60 экранизаций. В связи с тем, что прям вот это Евангелие индустриального времени, значит, 60 экранизаций. Первые были еще немые. Помимо экранизации еще вставляются во всевозможные сериалы, потому что это известный образ массовой культуры на Западе. Есть там в Том и Джерри, в Скуби-Ду, во всех мультиках оно все это дело есть. Делают всевозможные ремейки, переделки уже на конец 20 века, на начало 21. Куда-то там вставляют гомосексуалистов, переделывают в телесериалы огромадные. Вот есть телесериал Великобритании, телесериал Джеккел 2007 года. Там небольшая повесть, чтобы из нее сделать сериал, нужно придумать 90% текста. Делают это. Есть телесериал американский «Не навреди», потом есть детективный телесериал Джеккел и Хайт 2015 года. То есть до сих пор все ставится, все это интересно, и будет интересно, пока европейская культура жива. Об этом все философы европейские бьются, как вот примирить два противоречивых начала в человеке. Ну или не примирить, или чтобы одно какое-то победило уже на конец. Очень много музыкальных композиций посвящены этому доктору Джеккелу и Хайду. И компьютерные игры почти как появились, уже 1988 год, уже была игра Джеккел и Хайт. Также часто вставляют этих Джеккел и Хайдов в какие-то большие компьютерные игры. Ну и также, когда пошел постмодернизм, их вообще интересовала проблема множественной личности, и постмодернисты снова это вытащили. Они там вообще делали романы про 15 личностей в одном человеке, а тут хотя бы две. И постмодернисты тоже это все поддержали и всю эту телегу гнули. Хотя, конечно, он тоже не постмодернист, и вообще-то говоря, над модернистами, над предшественниками постмодернистов издевался Стивенс. И ни в коем случае к ним не принадлежал, но вот в контексте постмодерна, в начале 21 века опять это вытянули и очень много обсасывали. «Остров сокровищ» гораздо понятнее, без особой на самом деле философии. Но там простая обычная мораль, там пираты и честные люди, да, это, в общем, это не нагрузка, потому что это любому понятно. Начал он этот роман, играя с ребенком, нарисовал там карту острова ребенку и начал придумывать его историю. Сначала опубликовал в журнале, как я уже говорил, когда отдельным изданием стало популярно. Чем интересен «Остров сокровищ»? Во-первых, это он создал жанр пиратского романа. Вот эти все истории про пиратов, которыми кинофильмы все переполнены, западные, нам кажутся очевидными, да, но это придумал Стивенсон. До него таких массовых пиратских романов с плаванием в поисках сокровищ не было, таких массово популярных. Он придумал всевозможные черты этого жанра, допустим, грубый юмор, всевозможные мемы там, алкоголизм этих пиратов, черные флаги постоянные, одержимость их деньгами и прочими. Понятно, что пират – это образ у нас либерала, да? Пират вообще – это образ модерна. Социально все очень хорошо соотнесено, потому что именно, да, капитализм 19 века – это одержимость исключительно деньгами, грубая, срывающая все покровы, ничего не нужно, кроме денег. Вот в образе пиратов, по сути, понятно, что либералы 19 века – это люди такие в таких галстуках, да, в таких, блин, шапочках, как они там, блин, в цилиндрах, да, в смокингах и культурно выражающиеся, но по самой своей сути они пираты. И они пропагандировали откровенное пиратство, что конкуренция – это единственный способ развития там и вообще поддержки экономики. Вот он изображает, как это выглядят эти сторонники конкуренции в виде вот просто пиратов. Вот это вот поэтому зацепило и поэтому, кстати, тоже. Если Джеки Лехайт – это вообще про христианство, это вообще про всю европейскую культуру, да, то «Остров сокровищ» – это конкретно про модернизм, конкретно про 19 век, про его, так сказать, идеалы. Но в то же время, опять же, Стивенсон, он оптимистичен, там есть и хорошие люди, доктор Ливси, он тоже, на самом деле же, доктор Ливси из модерна, да, он думает, что медицина всем поможет, он вполне человек современный для того времени, тем не менее он позитивный. Кстати, доктор Ливси и от денег не отказывается, но он хороший. Показывает Стивенсон, что даже в его время есть и хорошие люди, есть люди так себе, которые определяются, и есть люди откровенно плохие, и это все его время, это все идеалы его времени. Там, к счастью или к несчастью, вот уж принимайте время, как оно есть. В связи с такой тоже значимостью, потому что у нас модерн продолжается, мы в том же времени на самом деле живем, никакого еще постиндустриального общества не наступило, может быть, наступит, может быть, мы в переходе к нему, но мы живем сейчас в индустриальном обществе, при капитализме мы живем. В связи с этим была очень популярна, опять же, экранизация, и много написали продолжений приквелов, потому что всем понравились герои, хотели почитать про их историю. Допустим, есть романы на Западе с похождениями Джона Сильвера, есть интересная книга приключений Бена Гана, это все приквелы, то есть что было до «Острова сокровища». есть, между прочим, и продолжения. Помимо всего этого, вот этой социальной всякой сути и жанровой, тут еще все написано от лица ребенка, и тем самым это все превращается в роман воспитания. Второй слой, что на фоне всего этого безжалостного капитализма, ребенок превращается в мужчину. Ребенок определяет, с кем он будет, будет он пиратом или будет он за доктора Лиси, будет он за плохой модерн или за хороший модерн. И он, конечно, выбирает хорошее, и на стороне добра сражается эффективно. Поэтому все подростки, конечно, сразу своим идеалом воспринимают именно Джима. Кроме того, надо сказать, что Джон Сильвер, главный пират, показан там интересно, да, он обаятельный, харизматичный, и это тоже как бы добавляет такой вот изюминки, то что самый главный плохой персонаж на самом деле привлекательный, на самом деле хороший, и гибнет там в конце трагически. Это как бы добавляет такой вот интересности, то есть это не карикатурный персонаж, который там только плохой, какой-нибудь идиот там и так далее. Нет, он умный, обаятельный, но вот он так попал. Но тут, кстати, социальная обусловленность, которую тогда тоже говорили, что определенные условия сформировали из Джона Сильвера, мерзавца, пирата, социальные условия, но в то же время это тоже человек. У него тоже много хорошего и человеческого. Он умный там, красноречивый, у него есть свой жизненный опыт. Но вот так вот сложилась ситуация, что он бандит, да? Социальная ситуация сложилась. Бандит он, да? Как бы на самом деле он не виноват, и вины вообще никакой нет. Вот так вот карты легли. Кто-то пошел в пираты, кто-то пошел в доктора. Роман, к тому же, исторический. Ливси участвовал в битве при Фонтенуа 1745 год. Есть намеки, что они на самом деле все шотландские сепаратисты. Ну, правда, Шотландия была под Великобританией, поэтому развить он их не мог. На карте дата 1750 год. Соответственно, действие где-то начала 1760-х годов. С другой стороны, вот эта историческая отсылка, то есть в самое начало модерна, как раз в 60-е начинается индустриальная революция, она делает эту пьесу вообще, так сказать, базовой для всего модерна. Помещено в самое начало индустриального общества, в самое начало капитализма, и показаны уже законченные капиталисты. Поэтому роман получился актуальный для всех периодов развития капитализма 19-го века, 20-го и 21-го. Вот в связи с такой важностью одна из самых экранизированных в мире книг, более 50 экранизаций. Джеки Лайхайда 60 экранизаций, а Остров Сокровищ 50 экранизаций. Ну, у нас есть очень хорошие... У нас, во-первых, в СССР было 4 экранизации. Есть хорошая экранизация 1982-го года, про которую я уже рассказывал, где Джона Сильвера играет Олег Борисов, вообще великолепно. Есть стебная постмодернистская экранизация, мультфильм Давида Черкасского 1988-й год, с черным юмором, ну и явный там постмодерн. То есть, все на свете там спародировано, в том числе и добро, и зло, так сказать, перемешались. Но интересно смотреть, все-таки хорошо для постмодерна сняты, хорошие песни. Тоже, естественно, рекомендую. В США много хороших экранизаций, переделок, сериалы тоже существуют. Есть откровенная советская, сталинская экранизация, где все они, короче, чуть ли не коммунисты. Это, естественно, передернуло весь роман, где они, на самом деле, все капиталисты, да, жуткие. Ну, вот попыталась, зато вписали в сталинскую концепцию, что если уж хорошие люди, тогда они революционеры. Вот есть экранизации советские, где они там все революционеры, и Ликси там, и тем более Джим. Ну, вот такие, в общем-то, довольно важные произведения для культуры и европейской, и нашей. Почему-то у нас не любят Хайда и Джекила, потому что мы не христиане, очевидно. Даже вот европейские и русские, на самом деле, не христиане. Православие – это какой-то просто вообще, просто танец какой-то шаманский. Не донесли они христианские ценности, а вот христианские ценности именно вот про то, что у Джекила и Хайда. Европа это понимает и экранизирует. У нас это не любят, а вот остросокровищ про пиратов у нас понятно. Пиратов у нас просто до хрена. Поэтому остросокровищ у нас любят и знают из Стивенсона. Флоризель, как-то он начальный у него, и Флоризель, на самом деле, стёб над декадентами, которых у нас особенно нет. Флоризель, он больше как раз в конкретной ситуации конца XIX века, но тем не менее интересно написано. Тот же самый автор, писать он умеет. И Флоризель тоже, конечно, у нас хорошо экранизирован и вполне у нас известен. Ну, видимо, вот и всё про Роберта Стивенсона вкратце. Роберта Стивенсона вкратце. Продолжение следует...